Для олигархов это вообще идея федерализма, она там излишняя идея, это все равно что спросить, выгодно ли федерализация нынешним олигархам, это все равно что спросить у меня, выгодно ли им съемки индийских фильмов на Одесской киностудии, то есть это какой-то бессмысленный для них вопрос. Единственная выгода от федерализма они могут получить только в том случае, если бы некая новая власть, которая придет на смену нынешней их власти, начнет отбирать у них собственность или нашим олигархам покажется, что новая власть будет отбирать у них собственность, поэтому некий юго-восточная федеральная республика или, я не знаю, там Нарвоссийская республика от Харькова для Одессы, которая будет иметь автономию от Киева, от центральной власти, будет неким залогом того, что на эту территорию не придут их враги и не отберут их собственность. Только вот испуг олигархии, испуг потери собственности, а в принципе собственность находится именно на ее востоке, потому что здесь индустриальная зона, только тогда может их заставить стать поборниками идеи федерального земельного устройства Украины. Есть ли такой вариант, какая должна быть ситуация для того, чтобы тот же Ахметов стал спонсировать эту идею, его было выгодно, кроме испуга? Ну не буду сейчас говорить об Ахметове, давайте будем говорить просто об олигархе. В 2005 году, когда Оранжевые пришли к власти, была попытка раскулачить, предположим, того же Ахметова, посадили его друга Бориса Колесникова, требовали отдачи части собственности за то, чтобы выпустили из тюрьмы. Было такое, да. Но тогда же в 2005 году олигархи поняли, что необходимо занести 15-20-10 миллионов фунт супруги президента на больницу будущего, и все, сразу моментально все проблемы исчезали. Так вот, если бы сейчас исчезла бы такая возможность, потому что они думают, что любая новая власть, даже вот их противники, которые там обещают им кары небесные, пекла, придут в власти, все равно их можно будет купить. Вот если бы они точно знали, что купить их невозможно, вот тогда бы они стали бы поборниками федерального земельного устройства, проплачивали там круглые столы, создавали бы институты, издавали бы книги и так далее. А сейчас федеральное земельное устройство им не нужно. Наоборот, при нынешней власти, она стремится к централизации, к унитарности. К тому, чтобы вообще практически не было никакого местного самоуправления. Почему? Потому что местное самоуправление всегда будет ставить вопрос, а как используется эта собственность, а вот какие-то должны быть отчисления местным бюджетом. Если какие-то отчисления серьезные, значит это как бы меньше их доход. Поэтому сейчас они в этом не заинтересованы. Только централизация, унитаризм и прочее. Вот сейчас олигархи именно за вот эти вот идеи. Субтитры создавал DimaTorzok